Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы с вами поговорим об экономике выращивания форели. Мы посмотрим на каждом этапе экономику, посмотрим вообще зарабатывается здесь что-то или нет, из чего состоят затраты, какая прибыль вообще, какая маржинальность. Мы все это поглядим и вы сделаете собственные выводы. Я вам просто дам цифры, которые вот здесь и сейчас, сегодня, находясь в Карелии, в 2023 году, в самом начале, вот фактически цифры, которые есть. А вы сделаете выводы, насколько это целесообразно с точки зрения бизнеса. Поехали! Начнем, наверное, с цепочки выращивания вообще продукции. На входе у нас с вами оплодотворенная икра, которую мы затем выращиваем до малька. Это первый этап, потому что, ну, как правило, этим занимаются отдельные мальковые фермы, но иногда большие крупные фермы ставят себе собственные инкубационно-мальковые цеха. Дальше это выращивание товарной рыбы, потом это переработка рыбы, и последнее это ее продажи уже, ну, мелким оптом, в розницу, как угодно. Начнем с самого первого этапа. Давайте посмотрим экономику выращивания малька. Для этого, допустим, что мы покупаем оплодотворенную икру и выращиваем малька до 30 грамм. Что нам для этого нужно? Мы сейчас не будем привязываться к какой-то конкретной ферме, мы будем работать, исходя из одной штуки малька, одного килограмма продукции, но при этом с оглядкой на более-менее товарную промышленную ферму, производительности от 100 тонн товарной рыбы в год. Ну что ж, давайте погрузимся в первый этап в экономику выращивания малька. Для этого я возьму свой калькулятор, и мы с вами посмотрим, сколько будет затрат на выращивание одного малька одной штуки весом 30 грамм. Ну, 30 грамм стандартная навеска для зарыбления тех же самых садков или для системы УЗВ. Итак, для того, чтобы вырастить одну штуку, у нас с вами отход при инкубации икры, выращивании личинки и малька примерно 30-40%. Поэтому мы делим 1 на 0,65, получая примерно полторы штуки икры, нам необходимо для выращивания одного малька с учетом отхода. Ну, например, чтобы вырастить 100 тысяч малька, нам нужно 150 тысяч икры заложить. С учетом отхода получится как раз столько. Поехали дальше. У нас 30-граммовый малек, нам нужно понять, сколько корма нужно. Кормовый коэффициент на таком мальке при нормальном качественном экструдированном корме 0,8. То есть 0,8 килограмм корма на 1 килограмм прироста. То есть мы 30 умножаем на 0,8, получаем 24 грамма корма. Нам нужно скормить мальку, чтобы он вырос на 30 грамм. Следующее, помимо сырья, это постоянные затраты. Это электроэнергия, отопление, персонал. Они, конечно же, варьируются. Но если брать более-менее такие адекватные цифры, то это порядка 15 рублей на одну штуку малька. Необходимо потратить. То есть сюда входит работа оборудования, вся электроэнергия. Сюда входит весь персонал, который отслуживает ферму при цикличном выращивании. И сюда входит отопление. Поэтому мы с вами теперь считаем. То есть полторы икринки мы умножаем, ну где-то 3,5 рубля штука. Это вот здесь и сейчас цена, я буквально узнавал у карелов. Это чуть больше 5 рублей. Запоминаем. Следующий это 24 грамма корма. Средняя цена 300 рублей килограмм. Потому что сначала идет стартовый за 400, потом уже корма пойдут по 250, примерно 300. Мы это делим на 1000. Получается чуть больше 7 рублей. Прибавляем сюда, соответственно, затраты на посадочный материал. Получается уже 12 с лишним. И еще 15 рублей. Получается 27,5 рублей. Округляем 30 по факту. Где-то 30 рублей. Это наша себестоимость. Как раз туда входит в округление различные мелкие затраты на эксплуатацию и так далее. Сколько стоит такой малек? Ну 30 граммовый малек адекватно на рынке сейчас стоит около 50 рублей штука. Поэтому у нас с вами маржинальность, даже я бы сказал прибыль с одной штуки малька 20 рублей. Или маржинальность 40% при производстве малька. Понятное дело, что эти факторы, они зависят от размера фермы, от того, как процесс организован, от того, в каком состоянии рынок. Но я говорю прямо вот здесь и сейчас, как это примерно есть. Следующий этап это из малька вырастить товарную рыбу. Представим себе, что мальковая ферма передала малька товарной ферме. И та теперь должна вырастить готовую продукцию, например, на веске 3 килограмма. У нас с вами малек 30 грамм дает 3 килограммовую рыбу. То есть с учетом отхода для выращивания, например, 100 тонн товарной продукции нам требуется с вами 40 тысяч штук. То есть с учетом отхода они достигнут на веске 3 килограмма и дадут те самые 100 тонн товарной продукции в год. Дальше, чтобы вырастить 1 килограмм рыбы, с учетом отхода, с учетом кормового коэффициента требуется примерно 1,350 корма. То есть мы 1,350 кг умножаем на среднюю цену 200 рублей килограмм. То, что есть сегодня, получаем 270 рублей. Малек 0,4 на 50 рублей, 20 рублей. Это себестоимость малька. Соответственно, 20 рублей себестоимость по мальку в одном килограмме продукции, не в одной рыбе 3-х килограммовой. 270 рублей это себестоимость по корму. Поехали дальше. Персонал. Здесь все очень интересно. Но чем больше ферма и чем более автоматизированный процесс, тем меньше, естественно, удельные затраты. Но давайте возьмем среднее. Наверное, 10 человек на ферму в 200 тонн товарной продукции в год. 200 тонн товарной продукции. 10 человек со средней зарплатой, пусть будет 65 тысяч с учетом налогов на 12 месяцев. Теперь мы это делим на 200 тонн, получаем примерно 40 рублей на 1 килограмм товарной продукции. Запомнили эту цифру. Ну, наверное, что еще? Электроэнергия. Для выращивания 1 килограмма товарной форели требуется, ну, понятно, в зависимости от технологии размера фермы, плюс-минус 5 киловатт электроэнергии. Умножаем на 8 рублей киловатт. Тариф для промышленных предприятий. Понятно, он может варьироваться. Получаем еще 40 рублей. Ну, и последнее это отопление. Возьмем для округления 1 куб газа на 1 килограмм рыбы. По факту это еще и с запасом. По факту из того, что получается. Ну, умножим на 10 рублей за куб, получим некую цифру. Итого, давайте все сложим. 20 рублей по мальку, плюс 270 рублей, самое основное, по корму. Плюс, поехали, электроэнергия 40 рублей. Рабочая сила 40 рублей. Отопление 10 рублей. Ну, еще 10 рублей на эксплуатацию, всякое разное. 390 рублей. Давайте округлять. Получаем 400 рублей килограмм. Полная себестоимость рыбы, которая по факту есть на ферме. По какой цене можно продавать эту рыбу оптом? Ну, например, да, берем рынок тот же самый Карелии. Да и, в принципе, она влияет на весь рынок России по фореле. И цена варьируется. Она может падать до 450 рублей за килограмм, а может и взлетать до 700 рублей за килограмм. Я бы брал нечто среднее. Я бы брал примерно 550 рублей за килограмм для непотрошенной рыбы. То есть, у нас с вами получается 400 рублей себестоимость. Делим на 550. Получаем примерно 28% маржинальности. Почти 30, да. Чистая прибыль 150 рублей с одного килограмма рыбы. Это то, что мы имеем по экономике выращивания товарной продукции. Что происходит с рыбой дальше? Дальше мы ее пускаем в переработку. Допустим, переработчик купил вот такую оптом живую рыбу у товарной фермы. Тут у нас с вами включаются потери. Чтобы нам с вами распотрошить эту рыбу, мы теряем примерно 15%. То есть, если мы купили по 550 рублей, мы потеряли 15%, получаем 650 рублей за килограмм. Это примерная себестоимость уже потрошенной рыбы. С учетом того, что она была куплена. То есть, там уже осталась прибыль в товарной ферме своя. Теперь нам нужно эту рыбу, например, закоптить. При холодном копчении мы теряем примерно 20% наша себестоимость. 812 рублей получается за килограмм. Это тушка холодного копчения с потерями 20%. Это только пока что по потерям. Дальше мы должны к этой цифре прибавить затраты, которые идут на переработку. То есть, там же есть люди, есть машины, электроэнергия. Я бы закладывал 50 рублей с килограмма, не меньше. Получается 862 рубля. Это себестоимость готовой тушки форели, которую закоптили. Можно добавить туда упаковку. Получается 900 рублей за килограмм. Теперь мы точно так же по горячему копчению. Там потери 30%. Получается 930 плюс 50 плюс упаковка. Там около 1000 рублей за килограмм. Получается себестоимость тушки горячего копчения. Следующее это филе. Выход из потрошенной рыбы по филе, по 3-килограммовой форели примерно 75%. То есть, мы делим на 0,75. Получаем 800, почти 870 рублей. Это себестоимость вот разделанной рыбы, с которой извлечено филе. Дальше эту филешку мы можем закоптить. К этой филешке, естественно, я бы добавил 30 рублей на разделку, то есть на себестоимость. И мы получим примерно 900 рублей килограмм. Это себестоимость филе. Вот цеха переработки, который купил где-то на стороне за 600 рублей живую рыбу, непотрошенную. Он из нее сделал филешку. Получилось примерно 900 рублей килограмм себестоимость его реальная. Теперь что с этой себестоимостью делать? Мы, соответственно, берем холодное копчение. У нас уже получается 900 рублей килограмм с филешки. Холодное копчение 1125. Еще прибавляем туда затраты на переработку. Получается примерно 1150 рублей. Если мы берем горячее копчение, то у нас получается вообще весело. 1300 рублей у нас килограмм. Вот, собственно, мы с вами и получили. Значит, у нас себестоимость, закупочная цена с товарной фермы 550 рублей килограмм. 650 рублей килограмм – это себестоимость потрошенной рыбы. Дальше поехали. У нас с вами эту потрошенную рыбу можно закоптить в виде тушки. Мы с вами получаем там две себестоимости – холодное и горячее копчение. И можно нарезать из этого филе. И потом это филе точно так же – холодное и горячее копчение. Ну и еще филе из слабого соления. Там фактически как такового отхода нет. Рыба просто солится и все. Там себестоимость равна плюс-минус, за исключением обработки солью, равна себестоимости обычного филе. Вот это себестоимость цеха переработки. Теперь давайте посмотрим, по какой цене можно эту рыбу продать, уже готовую переработанную, не живую. Мы с вами будем отталкиваться от реальных цифр, которые я сегодня взял в фирменном магазине одного известного карельского производителя. Я спросил, это же розничные цены в фирменном магазине. Мне сказали, у нас оптовые розничные плюс-минус там похожи. Мелкий оп и розница. Просто потрошенная рыба стоит 1000-1100 в зависимости от навески за килограмм. Просто филе стоит 1500 за килограмм. Филе горячего копчения 1600, холодного 1700. Тушка горячего копчения потрошенная с головой 1000 рублей килограмм. Это очень интересно. То есть фактически она стоит так же, как просто потрошенная рыба. Ну, видимо, была какая-то акция. То есть вот вам примерное понимание, сколько стоит рыба, вот уже готовая в продаже от переработчика, который продает через собственную сеть магазинов. Посмотрим, какая экономика. Итак, у нас с вами потрошенка. Возьмем, например, 1000 рублей за килограмм. Соответственно, мы с вами получаем 650 себестоимость, делим на 1000. То есть 350 с килограмма рыбы или 35% маржинальность. Дальше. Филешка. С учетом потерь ее себестоимость 900 рублей килограмм. Продажа на 1500. С филешки у нас с вами получается 600 рублей с килограмма или 40% маржинальность. Филе горячего копчения и холодного копчения. Берем горячего. Значит, мы с вами получили 900 рублей килограмм. Делим на 0,7. 1300 рублей за килограмм. Это себестоимость. А в продаже горячего копчения 1600. Всего почти 20% маржинальность. Как-то кисленько получается. И холодного копчения у нас с вами 900 разделить на 0,7. Точнее на 0,8. 1150 рублей за килограмм. Делим на 1700. Получаем 33% маржинальности или 550 рублей с одного килограмма рыбы. Я очень надеюсь, что я не перепутал отход, то есть выход готовой продукции по холодному и горячему копчению. Если вдруг перепутал, я это поправлю на самом видео. Ну что ж, вот она, собственно, экономика переработки и продажи этой рыбы. Итак, мы с вами получили некую экономику выращивания малька. Вы на нее посмотрели. Экономику выращивания товарной рыбы. И экономику переработки и продажи. Что можно сказать? Экономика выращивания товарки чуть похуже, нежели чем малек, нежели чем переработка. Куда целесообразнее идти? На самом деле целесообразнее, наверное, интегрировать весь этот процесс, если вы хотите построить хорошую крупную промышленную ферму. Потому что что у нас с вами получается? От икринки до годечной готовой продукции вы везде, на каждом этапе зарабатываете деньги. И в итоге объем продаж у вас один. Вам не нужно трижды продавать эту продукцию. Давайте попробуем, посчитаем от начала и до конца. Итак, у нас с вами себестоимость малька 30 рублей за штуку. Соответственно, 30 на 0,4. То есть 12 рублей вместо 20. По факту на себестоимость готовой товарной рыбы это не особо влияет. Но давайте возьмем, что у нас с вами себестоимость товарки в итоге выходит 380. Мы эти 380 рублей берем, дальше мы их перерабатываем. У нас с вами получается потрошонка 450 в себестоимость. Надо запомнить эту цифру. 450 мы с вами из нее, из потрошонки делаем. Давайте самое маржинальное, что мы с вами увидели. Это филе, которое будет филе слабого соления. Что у нас? Это 75%. 600 рублей себестоимость филе получается за килограмм. Это если сам все делаешь прямо от икры. А в продаже оно полторы тысячи. То есть тут у нас с вами маржинальность аж 60% выходит. Ну а по остальным цифрам от самой закладки икры до переработки и продажи конечной продукции в розницу вы сейчас увидите на экране. Все, что могу сказать, это можно занять либо одну из этих этапов, одну из ниш. Можно занять сразу все три ниши и извлекать прибыль на каждом этапе.